В коридорах Центра профессиональной подготовки имени Тинькова сегодня много людей в штатском, волонтеров, организаторов и участников первой Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по юриспруденции. Принимает участие 20 участников. Это обучающиеся средних специальных образовательных учреждений по направлению юриспруденции. Там и правоохранительная деятельность, и социальное обеспечение. 20 участников представляют различные регионы России. И надо сказать, что это лучшие из лучших. В первом и втором отборочных этапах, которые проводились по всей стране, в общей сложности приняло участие более 2000 человек. Вот государственный флаг Российской Федерации. Смирно! Равнение на знамя! Лина Павлова приехала из города Вязники, Владимирской области. Юриспруденцию она изучает в местном технико-экономическом колледже. В своих знаниях и умениях Лина уверена. И тем не менее, определенное волнение есть. Все достойные участники, если здесь собрались. К тому же все с разных регионов. Все это проводится в первый раз. И очень интересно довольно-таки. И задания очень интересные. Задания действительно интересные. Например, в теоретической части участникам необходимо продемонстрировать владение профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке. Умение применять современные технологии, знание законодательства. В папочке лежат шаблончики, куда печатаете, соответственно, свои ответы. На этапе перевода текста открываете файлик. И начиная с позиции курсора, да, начинаете отвечать, писать ответы, да. Если в первый день олимпийцам нужно показать свои теоретические знания, отвечая на вопросы тестов и заполняя различные документы, то дальше надо будет продемонстрировать и практические навыки. Если брать правоохранительную деятельность, то это и обнаружение зрительства предмета, и проведение прокладка маршрута для перемещения группы из одной точки в другую, и отработка каких-то приемов рукопашного боя, и выполнение имитационных стрельб с помощью электронного тира. За каждое задание участникам начисляются баллы. Победителем станет тот, кто наберет их большее количество. За проведением состязаний будет пристально следить жюри, специалисты которого также представляют разные регионы. Например, Галина Брюхова приехала из Челябинска. Она преподаватель специальных дисциплин в Южноуральском колледже. Все, что делают студенты, все это оценивается членами жюри. Все критерии прописаны достаточно ясно, подробно, четко. Победители первой всероссийской олимпиады профессионального мастерства по юриспруденции не только получат памятные призы и награды, но и будут представлены на получение гранта президента Российской Федерации. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.